Приветствую вас, Екатерина. Вы знаете, я бы не сказал, что речь у вас идет непосредственно о привычке. Я бы сказал, что речь идет больше не о привычке, а о последствиях. То есть тот факт, что вы принимаете все близко к сердцу свидетельствует о следующем. Во-первых, вас легко задеть. Если вас легко задеть, значит это свидетельствует о неуверенности в себе. Неверенность в себе это сомнение, это отсутствие четких представлений о себе, это недоверие в себе, некое обесценивание, принижение в себе. То есть по факту, те вещи, которые вы принимаете близко к сердцу и на которые потом агрессируете, это те вещи, с которыми вы в целом согласны. Но ни одно в этом не признаетесь, даже сами себе. Это первое. Второе, это отсутствие личных границ. То есть четко определенные личные границы между вами и другими людьми. Ну вот есть один человек, который говорит про вас что-то плохое, а есть вы, которая абсолютно защищена от того, что человек говорит, именно благодаря личным границам. Вот я, вот ты. Это касается меня, это меня не касается. Это я, это ты. Это мое поле, это твое поле. Ну как у Курта Левина, примерно. Хотя там немножко другое, совсем. Там немножко другое, да. Вот. Ну это про поле я просто заговорил, вспомнил. Вот. То есть отсутствие личных границ. Дальше. Что такое личные границы? Личные границы это правила. Правила основаны на том, что важно и допустимо для вас. И по сути это безличные правила. То есть не связанные с личностью кого-либо. Идем дальше. Вы пишите, что коллеги часто шутят надо мной. И доводят до слез. Смотрите. Здесь сразу несколько важных моментов. Первое. Цель работы. То есть для чего вы работаете? Чтобы что? С какой целью вы работаете? Вам нравится работать? Вы зарабатываете деньги? Или что? То есть такое ощущение, что вы не ориентируетесь на именно саму работу, а больше ориентируетесь на то, что говорят коллеги про вас. Это вопрос вашей реализации. Человек, который больше обращает внимание на то, что про него говорят. Ну, пытается реализоваться за счет одобрения и хорошего положения в обществе. Вместо того, чтобы идти к тому, что ему важно. Вместо того, чтобы заниматься теми вещами, которые имеют для него эмоциональное значение. К примеру, вы можете на работе быть, чтобы реализовывать свои способности, чтобы привносить в мир то, что вам важно, то, что вы можете, то, что вы хотите. Вы можете работать, чтобы заработать денег, вы можете работать еще ради каких-то целей, но коллеги совершенно точно не те люди, которые как-то вас определяют. Особенно, если на работе есть хоть какое-то подобие конкуренции. Дальше. Вы пишите, доводят меня до слез. Ну, здесь есть некоторая жертвенность, потому что вы перекладываете ответственность с себя на них, ибо не они доводят вас до слез, а вы доводите себя до слез тем, что, как, точнее, воспринимаете их поведение, их отношение к вам. Что касается агрессии, то это защита. С одной стороны, защита, но с другой стороны, вполне возможно, что речь идет не только о защите, но и о том, что где-то вы себя сдерживаете. Где-то вы сдерживаете свои эмоции, где-то вы сдерживаете свою естественность, где-то вы подавляете свою активность стыдливостью, скромностью, зажатостью, скованностью, неуверенностью в себе. Что, конечно же, накапливается и выливается вот в виде агрессии. Поэтому это тоже нужно корректировать. Самое, что главное здесь нужно понять, это то, что агрессия, защита, это естественная история, но при этом, при том, что это естественная история, все-таки это достаточно деструктивно. Вот. И, поработав, например, с личными границами и с правилами, вы будете чувствовать себя куда-то защищеннее. А выработав отношение к себе, подняв свою самооценку и, вероятно, поработав с целеполаганием, вам станет просто все равно на то, что говорят про вас люди. И когда шутки коллег перестанут вызывать у вас какие-либо эмоции, по крайней мере те, которые им нужны, шутки прекратятся. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Здесь ведь важно не то, чтобы шутки прекратились, а то, чтобы вы занимали достойное место в обществе. Но, чтобы занимать достойное место в обществе, нужно быть естественным. Нужно принимать себя целиком и полностью. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот. Продолжение следует...